После нескольких часов простоя на Мамайском перевале одной из главных транспортных артерий Сочи движение открыли. После 13 часов машины передвигались в обычном режиме. На перевале работали 6 единиц снегоуборочной техники. Еще 22 спецмашины работали по направлению Адлер-Красная Поляна. Расчистили, обработали противогололедным материалом и все дороги в прибрежной части Сочи. Многие автовладельцы оказались просто не готовы к такому повороту событий. Особенно те, кто не успел переобуть машину в зимнюю резину. О необходимости сделать это как можно быстрее заявили сегодня на брифинге руководители госавтоинспекции. Свою часть обязанностей полицейские выполняют в полном объеме. Заготовлено необходимое количество и соли, и песка, и необходимое количество техники. Все это есть. Единственное, еще раз повторюсь, обращусь к нашим участникам движения. Понятно, что в новогодние праздники захочется посетить и горный кластер. Необходимое количество парковочных мест на сегодняшний день, которые существуют в горном кластере, оно, к сожалению, как показала практика, не в полной мере обеспечивает потребность. Соответственно, просьба минимизировать поездки на личном транспорте, значит, приоритет дать все-таки общественному транспорту. Конкретно по автобусам, смею вас заверить, что, во-первых, количество подвижного состава на маршрутах, которые идут в горный кластер, будет увеличено. Оно будет увеличено с учетом того, чтобы на каждой остановке разрыв между автобусами был не более 7 минут. Также будет увеличено количество наших поездов, ласточек, которые будут двигаться из Сочи и из Альбера. Будет отдельный маршрут. Что касается курорта «Роза Хутор», на сегодняшний день так называемый «Роза Стадион», это верхняя парковка, она расширена, и в этом году она на 800 мест. Подняться на нее можно по 21-й дороге. Это краевая дорога, где работает Дагомысская ДРСО. Будут работать по дороге на горнолыжные курорты, да и в самом центре Сочи информационный табло. На них будет указано количество свободных парковочных мест и эскипасов. В самом поселке Красная Поляна инспекторы ДПС и ГАИ напоминают водителям о необходимости своевременно сменить летнюю резину на зимнюю и регулярно следить за техническим состоянием автомобиля. Не позволять лишнего просят и за праздничными столами. Водителям, находящимся в алкогольном и наркотическом опьянении, а также не соблюдающим правила, грозит не только лишение прав, но и штраф в размере 30 тысяч рублей. К слову, количество ДТП из-за погоды за последние двое суток увеличилось в несколько раз. Для всех это праздничные дни, не рабочие. Для нас это самое большое усиление. В эти праздничные дни полк будет поднят и будет работать в полном составе, в том числе и на выявление данной категории граждан с целью недопущения не только правонарушений в этой области, но и последствий, которые могут, как я уже поговорил, для общества нести большой урок. В свою очередь инспекторы полка ДПС всегда готовы помочь водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге. Ведь пока в Сочи сохраняется высокая вероятность обильных осадков в виде снега с понижением температуры, в вечернее время ниже нулевых отметок.